Тема на самом деле очень интересная, потому что, несмотря на то, что слюны и железы – это, казалось бы, такие небольшие образования, в них может быть много различных патологических процессов, которые имеют весьма яркую и иногда неоднозначную морфологическую структуру. Но стоит напомнить, что они делятся на крупные или большие слюны и железы, которых три. Это околоушная самая большая, поднижнечелюстная и подъязычная, а также имеется масса малых слюных желез, которые располагаются практически во всех отделах ротовой полости. Их большое количество на небе, а также на дне ротовой полости и даже в области языка. И везде во всех этих локализациях могут развиваться патологические процессы различной степени злокачественности. Необходимо вспомнить немножко о том, как гистологически устроены слюны и железы. Они принципиально устроены все одинаково. Это альвеолярные железы, которые имеют ацинарный компонент, состоящий из ацинарных клеток, которые, собственно, секретируют либо белковый секрет, либо слизистый секрет. Большинство желез смешаны секрецией, то есть содержат клетки как слизь, продуцирующие, так и продуцирующие белковый секрет. Эти ацинарные клетки организованы в дольки, в которых есть вставочные протоки, внутридольковые и междольковые протоки, и они собираются в более крупные протоковые структуры. Большинство протоков имеет двуслойную выстилку. Это люминальные эпители, которые участвуют в том числе в регуляции содержимого или в модулировании слюны первичной, так скажем, а также миоэпителиальный слой клеток. И из всех этих структур могут развиваться опухоли. То есть большинство опухолей слюных желез, так как это эпителиальный орган, эпителиальные, но также там могут быть миоэпителиальные опухоли, стромальные, опухоли гематолимфоидной системы, а также смешанные опухоли. На сегодняшний день мы пользуемся классификацией Всемирной организации здравоохранения 2017 года из Дании. Вот перечень нозологических единиц, довольно большое количество. И посмотрим, с чем мы можем столкнуться. Самая частая опухоль слюных желез – это плеаморфная аденома. Она доброкачественная. Она самая частая во всех возрастных категориях, как у взрослых, так и у детей. Чаще всего эти опухоли развиваются в крупных слюных железах. Самая частая – это калаушная слюная железа. Но чаще всего они все-таки выявляются в возрасте от 30 до 60 лет. Это опухоль доброкачественная, но тем не менее все сталкивались с тем, что она может рецидивировать. Рецидивы, как правило, многоузловые, в то время как первичный очаг зачастую солитарный. Хотя описаны случаи и синхронных, и метахронных множественных плеаморфных аденома слюных желез. Какие же могут быть факторы, которые свидетельствуют в пользу рецидива? Считается, что это женский пол. Вообще, в принципе, опухоли слюных желез любой природы несколько чаще развиваются у женщин, чем у мужчин. Это молодой возраст. А также удаление образования путем энуклеации, а не резекции, либо паротидоктомии, если мы говорим об окалаушной слюной железе. То есть объем вмешательства также имеет значение. Кроме того, если было интероперационное повреждение образования, которые могут быть кистозными, это приводит все-таки к диссеминации, также повышает риск местного рецидива. Кроме того, описана злокачественная трансформация плеаморфных аденом чуть больше 6%. Но факторы риска здесь другие. Это множественные рецидивы, глубокое расположение в глубоких отделах окалаушной слюной железы, мужской пол, а также более старший возраст. И, как правило, действительно на фоне многократных рецидивов эти опухоли могут приобретать больше потенциал злокачественности. Что касается гистологической картины, то само название этой опухоли определяет ее морфологические проявления. Эта опухоль многокомпонентная, в которой по определению есть и эпителиальный компонент, и миоэпителиальный компонент, который в ней может формировать строму. Строма может быть фиброзной, гелинизированной, либо муцинозной. Вот такой вот голубой, слизистой, малоклеточной. Причем раньше были данные о том, что доля мукоидной стромы является одним из факторов неблагоприятного прогноза. То есть чем больше мукоидной стромы, тем выше риск локального рецидива. Но, видимо, эти данные не всегда подтверждаются, потому что в действующую классификацию ВОЗ не включен этот параметр как фактор риска. И для этой опухоли характерна определенная молекулярная сигнатура, перестройка с участием обозначенных генов. Зачастую они участвуют в транслокациях, которые приводят к активации их экспрессии. Следующая довольно частая карцинома – это уже карцинома слюных желез. Она гораздо чаще встречается у молодых людей, у детей и молодых взрослых, но может встречаться в разном возрасте. Это самая частая злокачественная опухоль слюных желез у детей. Хотя вообще, в принципе, у детей редки опухоли слюных желез и злокачественные опухоли в частности. Несмотря на широкое возрастное распределение, пик этих образований приходится на второе десятилетие жизни. Чаще они развиваются в крупных слюных железах, но могут развиваться в слюных железах любой локализации, в том числе малых и даже в бронхиальных железах. В зависимости от степени дифференцировки эта опухоль градируется. Она может быть в разной степени зрелости. И морфологически, и клинически может быть представлена как кистозными, так и кистозно-солидными образованиями. И по мере понижения степени дифференцировки определяется тенденция к нарастанию солидного компонента. Потому что эта опухоль трехкомпонентная, она состоит из трех типов клеток. Она эпителиальная. Встречаются в ней эпидермоидные клетки, муцинозные клетки, которые содержат муцин, а также промежуточные клетки, которые зачастую имеют светлую цитоплазму. Их иногда так и называют светлоклеточными. Вот они такие формируют участки. И чем опухоль менее дифференцирована, тем меньше мы в ней видим, в первую очередь, муцинозных клеток. Поэтому при низкой грейд мукоэпидермоидных карциномах их нужно искать. Для этого могут быть использованы специальные окраски, гистохимические, муцикармин, например, или другие окраски на слизь. А также иммуногистохимия в ряде случаев тоже нам помогает. Кроме того, признаками низкой степени дифференцировки для мукоэпидермоидной карциномы является высокая степень клеточного и в том числе ядерного полиморфизма, наличие некрозов, высокая методическая активность. Хотя на самом деле нету вот этого порога, который бы говорил, что меньше сталькитометозов – это низкая, больше сталькитометозов – это высокая. То есть это нечеткая рекомендация. Но тем не менее, если мы видим среди прочего еще и повышение методической активности, это признак, который позволяет нам градировать эту опухоль как менее дифференцированную. И по мере понижения дифференцировки эти опухоли приобретают свойства к переневральной инвазии, лимфоваскулярной инвазии, а также инвазии в костные структуры. Я буду часто очень ссылаться на генетические данные, потому что на сегодняшний день классификация, в том числе опухолей и слюных желез, помимо гистоморфологических дискриминаторов, опирается еще и на достижение молекулярных методов. И для многих злокачественных опухолей и слюных желез выявлены характерные перестройки, которые не просто определяют биологию этих опухолей, но в ряде случаев могут быть и мишенью терапевтической. И для мукопидермоидных карцином характерна вот эта транслокация с формированием фьюжингена с участием CTRC1 и MAML2 в большинстве случаев, реже CTRC3 и MAML2. Есть некоторые перестройки, которые описаны для низкодифференцированных мукопидермоидных карцином, но они не встречаются в достаточной частоте случаев, чтобы говорить о их высокой специфичности. Аденокистозный рак – тоже очень частая карцинома слюных желез, с которой мы нередко сталкиваемся, хотя она составляет менее 10% от карцином слюных желез. Здесь уже средний возраст, как правило, пик 57 лет. Она чаще встречается в крупных слюных железах, но более чем в третий случай может развиваться в малых слюных железах. Это чаще всего нёба, но могут быть и другие локализации. Для этого карцинома, вне зависимости от степени её дифференцировки, что является отдельным предметом для дискуссии, характерна переневральная инвазия. То есть даже для опухоли, которые выглядят очень высоко дифференцированно и зрело, сразу характерно наличие переневрального роста, что затрудняет определение истинных границ этого образования и, соответственно, радикальное его иссечение. Гистологически это двухкомпонентная опухоль. Она состоит из двух типов клеток, люминальных и миоэпителиальных, которые формируют двуслойные трубочки и криброзные структуры. Здесь очень характерный паттерн – это криброзные структуры, то есть структуры, которые напоминают решето. Размер вот этих лакун может быть разный, их распределение тоже может быть разным. И характерно также наличие вот этого голубого муцина в просвете этих лакун. И диагностическим критерием является наличие именно двуслойности. Что касается грейдинга, то он не является общепринятым или утвержденным. Есть данные о том, что опухоли с более высокой долей солидного компонента, то есть которые теряют способность формировать вот эти просветы, текут более агрессивно. Если солидный компонент составляет более трети массы образования. И для этих карцином характерна активация МИП-1 или МИБЛ-1, что может быть терапевтической мишенью. Кроме того, аденокистозные карциномы в люминальных клетках экспрессируют CD117, но препараты цикит-ингибиторы не работают при них. А также может быть экспрессией GFR. И, к сожалению, тоже GFR-ингибиторы неэффективны. Аденокистозный рак имеет невысокую частоту надального метастазирования, но может метастазировать гематогенно где-то тоже в 30% случаев. И вот у нас был случай. У пациента была удалена щитовидная железа по поводу рака щитовидной железы. И в ткани мы обнаружили вот такие вот криброзные структуры с голубоватым содержимым в просвете этих фолликулоподобных структур, которые можно было бы принять за какие-то маленькие сгруппированные фолликулы щитовидной железы. Но, тем не менее, так оказался метастаз аденокистозного рака в щитовидную железу. У пациента несколько лет назад была удалена околушно-сульная железа по поводу этой опухоли. Об этом нужно помнить. И, безусловно, данные анамнеза очень важны для морфолога всегда. Очень много карцином других, о которых можно говорить на самом деле целый день. У нас сейчас нет такой возможности подробно на всех из них остановиться. Что касается тенденции, то во многих этих опухолях, вы видите, есть характерные перестройки, которые мы можем выявить. И сейчас классификация и морфологическая диагностика идут по пути использования молекулярных методов, в том числе тканевых молекулярных методов в виде флюоресцентной ин-ситу гибридизации для того, чтобы сделать наш диагноз более надежным. И, как я уже говорила, часть из них могут иметь свойства терапевтических мишеней. Но еще хотелось бы несколько слов сказать о карциномии, которая развивается из плеаморфной аденомы. Это пример того, как мы должны с вами сотрудничать, потому что при отсутствии клинической информации не всегда мы можем поставить диагноз, особенно если мы сталкиваемся первично с метастазами подобных образований. И вообще это очень интересный механизм прогрессии. Чаще всего, конечно, из плеаморфных аденом карциномы развиваются в рецидивных плеаморфных аденомах. Пик где-то в среднем на 10 лет выше, чем пик плеаморфных аденом – это 60-70 лет. Опять же, подавляющее большинство из них – это колоушная слюная железа. Есть мутации, которые характерны в том числе для плеаморфной аденомы. И есть мутации, которые определяют прогрессию. Это и мутация в гене П53, и амплификация в гене МДМ2. Может быть мутация в ЕРББ2, который кодирует ХЕР2. Всем небезызвестный. И тоже порядка до 38% случаев. Механизм озлокочистления тоже определяется природой этой опухоли. Эта опухоль многокомпонентная. И прогрессия до карциномы может идти в двух направлениях. Это озлокочистление эпителиального, внутрепросветного компонента. И тогда мы видим в виде злокачественного компонента, как правило, протоковую карциному слюных желез или солеваредакт-карциному. Либо может малигнизироваться миоэпителиальный компонент. Миоэпителиальные клетки формируют так называемую миоэпителиальную карциному как компонент вот этой плеаморфной аденомы. Зачастую эти миоэпителиальные карциномы развиваются в 35% случаев. И они имеют низкую степень злокачественности. То есть их дифференцировать от каких-то пролифераторов миоэпителиальных бывает не очень легко. Это требует тщательного исследования удаленного материала. И вот такие вот участки, когда мы видим, что один из компонентов плеаморфной аденомы начинает преобладать. И мы видим наличие инвазии. Это может быть микроинвазия, либо широкая инвазия. Конечно, свидетельствует о том, что это уже развитие злокачественного процесса в доброкачественной опухоли. И протяженность инвазии имеет прогностическое значение. То есть это должно быть указано, как и тот злокачественный компонент, который мы выявили. Это тоже наш случай. Мы столкнулись у этого пациента. У него, помимо всего прочего, еще неходжкинская лимфома. Вот с такими вот образованиями в легких. У него множественные узлы в легких, которые имели очень медленную динамику. То есть они практически не росли и были представлены миоэпителиальными клетками без каких-то выраженных признаков злокачественности, без полиморфизма или методической активности. У него была плеаморфная аденома, в которой при повторном анализе была выявлена карцинома, развившаяся из плеаморфной аденомы. Но, имея изолированно такой узел, очень тяжело поставить диагноз, потому что в легких тоже могут развиваться миоэпителиальные карциномы. И могут развиваться карциномы по типу карцином слюных желез. То есть дифференцировать первичную опуху легкого в таком контексте от метастатического поражения при отсутствии клинических данных и возможности повторно проанализировать образование слюной железы, если было у пациента, может быть невозможно. Поэтому давайте дружить и работать вместе. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад. Кто хотел бы задать вопрос о докладчику? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, все-таки вот так, для себя. Все-таки плеаморфная аденома, на ваш взгляд, это доброкачество, про которое мы говорим, малигнизация? Или вот лет 30 назад у нас был доктор еще в больнице городской, который в каждой плеамортной аденоме видел элементы циста аденокарциномы. То есть или это путь развития, то есть какой-то более быстрый и более медленный. То есть вот в каждой плеамортной аденоме видел, он нам показывал элементы циста аденокарциномы. Так вот. Или это исходно, ну как вот вы недавно делали доклад по спецоидным опухолям, то есть такой звик. Или это исходно уже предплакачественная опухоль? Если честно, я не знаю ответа простого на этот вопрос, потому что если мы возьмем вообще спектр, я думаю, это спектр, как всегда. То есть мы всегда имеем дело с каким-то проявлением спектра образований. То есть либо мы застигаем его, когда оно доброкачественное и имеет близкий к нулю потенциал агрессивного течения, либо мы его застигаем на каком-то промежуточном этапе, есть, скажем, метастазирующая плеаморфная аденома, которая не имеет морфологически однозначных признаков злокачественной опухоли, но при этом мы выявляем метастазы этого образования. Есть разные данные, у нас был такой случай, мы искали литературу, по одним данным литературным эти опухоли ведут себя как карцуномы слюной железы, по другим данным нет, ведут себя благоприятно, и в Озовской классификации написано, что они ведут себя благоприятно. Как они ведут себя на самом деле, не знаю. Может быть, это вопрос, опять же, самплинга, это вопрос тщательности исследования первичного образования, может быть. И в качестве другого края спектра мы видим образование с однозначными признаками злокачественности. Спасибо. На самом деле, долгое время бытовало мнение, что вопрос о том, произошло ли однокочисление плеаморфной аденомии, часто ставился по клиническим данным, на самом деле. У меня такой вопрос. Скажите, важный момент клинического течения аденокистозного рака – это переневральная инвазия и рецидивы, обусловленные распространением по нервным стволам. Переневральная инвазия с точки зрения патоморфолога – это просто врастание опухоли в нерв, или это именно распространение по переневрии? Это очень чёткое морфологическое проявление, когда опухолевые клетки проникают под переневрий. То есть опухоль проникает вот в этот футляр, который окружает нерв, и потом ей просто гораздо легче по футляру распространяться. Распространяться, да, за пределы. Спасибо. Продолжение следует...